Здравствуйте дорогие друзья, это продолжение моего видео о влиянии гормонов на психику. Сегодня мы обсуждаем возможную самостоятельную гормональную коррекцию, в частности повышение дофамина. Для тех, кто не видел предыдущий выпуск, ссылочка будет в верхнем правом углу экрана. Напоминаю, что чтобы определиться в том, повышать вам дофамин или серотонин, нужно сдавать анализы крови. А также напоминаю о том, что серотонин вырабатывается в кишечнике. Поэтому одним из маркеров проблем серотонина служит нарушение желудочно-кишечного тракта. В нормальных концентрациях дофамин воздействует на свои рецепторы, выполняет следующие функции в организме. Вызывает повышенный интерес к жизни, повышает силу воли, повышает инициативность, увеличивает способность концентрации и внимания, увеличивает мотивацию, вызывает у женщин убежденность в своей успешности и привлекательности, а у мужчин уверенность в своих силах. Считается, что люди с низким дофамином более предрасположены к созависимости и роли жертвы в отношениях. Для человека с низким дофамином обычная психотерапия, не включающая медикаментозной помощи, может быть бесполезна. Считается, что нормальная концентрация дофамина способствует более стабильному состоянию психики, умению защитить себя, в том числе и от ваших любимых нарциссов, а также в целом от токсичных людей, так как именно благодаря этому гормону вы сохраняете высокую волевую активность. Также нормальный баланс дофамина косвенно, но однако обеспечивает здоровый сон, быстрое и правильное направление мыслительных процессов, сексуальное удовлетворение, получение удовольствия от еды, хобби и любимых занятий. А также дофамин формирует чувство любви и привязанности. Были проведены исследования с использованием МРТ, в ходе которых испытуемых стимулировали на воспоминания о близких. В итоге возбуждались именно те участки мозга, которые более связаны с дофамином. На деле все гораздо-гораздо сложнее. Кому интересно, ссылочки на исследования я прикреплю внизу в описании. Ссылочки, конечно же, на проверенный источник, такой как ПАПМЕД. Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о психологии. Мы будем говорить о дофамине. И мы будем говорить о дофамине в рамках, соответственно, того, как его повысить. И, соответственно, мы будем говорить о дофамине в рамках, кому стоит его повышать и кому не стоит его повышать. Если вы сдаете пролактин, у вас есть повышенная акцентуация гиперпролактиномей. То есть, вы находитесь на верхних значениях референсных гормонов. Вы можете быть и женщиной. Кстати, для женщины тоже, соответственно, повышенные значения пролактина не есть хорошо. Если, конечно, вы не беременны, понимаете, да, я о небеременных женщинах. И это не повод гасить сам пролактин, начинать пить кабергалин. Это повод того, чтобы, соответственно, задуматься, может быть, у вас понижен дофамин. И на фоне низкого дофамина растет пролактин. Также может быть обратная ситуация. У вас может быть низкий дофамин. И вследствие низкого дофамина может быть серотонин высокий. И, соответственно, нам дальше нужно выработать схему лечения. Нужно понять, что мы будем повышать. Да, серотонин, дофамин. Нужен нам дофамин, не нужен нам дофамин. Соответственно, если мы определились с тем, что 100% дофамин нужен, можно начать с приема эльтерозина. И не путайтесь с тероксином. Эльтерозин это просто аминокислота. И эту аминокислоту вы будете пить вплоть до 2 граммов в день. И, соответственно, в течение недели вы должны сдать дофамин и отследить, соответственно, есть ли у нас какая-либо корреляция в сторону повышения через неделю, через 10 дней. И, соответственно, сдать гормоны щитовидной железы. Так как эльтерозин активен гормоном щитовидной железы. Также они тоже психоактивны, поэтому лишним не будет. Сдать, соответственно, ТТГ, Т3, Т4 свободные. И сдать, соответственно, желательно селен и йод в моче. Эта информация позволит контролировать ваше психологическое состояние. Эта информация позволит при условии, что вашим подавленным состоянием, причиной вашего подавленного состояния было повышение серотонина и понижения дофамина. Соответственно, если ситуация с эльтерозином помогла, то все хорошо. Вы можете смотреть на балансировку гормон и немножечко балансировать за счет аминокислоты. Достаточно безопасно для себя. Если же ситуация с эльтероксином не помогает, вы видите уменьшение дофамина, вы видите рост пролактина, то нужно обратиться к врачу, потому что это могут быть пролактиномы, это может быть также нарушение в работе щитовидной железы, также могут быть нарушения в работе кишечника. И не только в некоторых случаях нарушается работа в кишечнике в сторону, соответственно, понижение выработки серотонина, но есть случаи, когда слишком повышается эта выработка. Поэтому, если это не типичная какая-то ситуация, в которой вы не можете справиться бадами, в которой вы не можете справиться какими-то препаратами легкими, основанными на каких-то травах, муравах, какой-то легкой седации, вы должны понимать, что такая микропомощь здоровому, условно здоровому человеку, просто микрокоррекция может быть такому даже человеку не просто здоровому, но чуть-чуть акцентуированному в сторону заболевания. Может быть, такой вот легкий-легкий субклинический момент в развитии какого-то заболевания у него есть. Если вам не помогли аминокислоты, если вам не помогли, соответственно, какие-то травы муравы, вам нужно обратиться к вашему лечащему врачу, найти себе лечащего врача и заниматься этой проблемой более глубоко. Если же вы видите яркий ответ на прием аминокислот, яркий ответ коррелируется не просто с вашим самочувствием, как вы себя чувствуете, то есть нужно исключать эффект плацебо. Для того, чтобы это сделать, нужно ориентироваться, как я вам рассказал, на кровь. И вот когда в крови вы тоже увидите изменения, вы увидите изменения в своем самочувствии, это значит, что вы на верном пути. Вы пришли к саморегуляции. Если нет, то тогда вы должны найти специалиста, который поможет вам это сделать. Дорогие друзья, в организме все взаимосвязано. Психика, как вы видите, гормоны, кишечник. Ничто нельзя изучать в отрыве от чего-то. Организм – это единое целое, которое требует к себе целостного совокупного подхода. С вами был доктор Кравцев. И да пребудет с вами здоровье. Подписывайтесь на канал, пишите мне комментарии. И я всех вас жду на своих онлайн-консультациях.